Сегодня у нас официальная встреча, я сердечно вас приветствую. Я хочу сказать, что наши отношения развиваются устойчиво и находятся на очень высоком уровне, действительно, партнерские отношения. В то же время, конечно, всегда есть что обсудить и о чем поговорить, включая усторонние проекты. Во-первых, вам большой привет. Спасибо большое и передавайте на стану еще привет и на лучшие пожелания. Я и меня, и, конечно, Атлану Владимировичу. Да, у Астана Владимировича Владимировича тоже было несколько встреч в этом году, я понимаю, что в ближайшее время, наверное, еще будут. Вот такой характер встречи. Мы готовимся к проведению пригодничного форума, который будет в практике месяца, к проведению большого пригодного форума в Астане. Как раз украинство сейчас в нашей эфире занимается, я думаю, что это очень важно. Я также по поручению президента сейчас обезжаю внутри Казахстана, потому что там уже больше половины проехал. Ну и по ходу получается, что возникают вопросы, которые касаются двусторонних взаимоотношений. И я везде говорил, вот у меня будет встреча с Адмиром Анатольевичем скоро в Сочи. И я обязательно эти вопросы постараюсь поднять. И я уверен, что Адмир Анатольевич дал поручение, которое мы на эти вопросы обратим внимание и в какой-то мере разобраться. И вот у нас есть один такой вопрос. Я бы вас очень хотел попросить, чтобы вы дали поручение, по крайней мере, разобраться. Останки лидеров нашего национального взаимоотношения в течение того периода, они находятся в музее антопологии и этнографии имени Петра Великого, Российской Академии наук. И вот если бы мы не для такого нанулись, или обменялся, или какую-то форму найти, чтобы мы останки могли его вернуть в Казахстан, или захоронить территорию Казахстана, для казахов это очень ворважно, вечно это, в общем, большое правило, к которому обращаемся. Не сомневайтесь, я вам сразу же поручение, пустное, если необходимо, письменное, проработать эти вопросы, которые мы сразу же созвонимся и примем окончательные решения. Спасибо большое, Игорь Анатольевич, это очень важно для нас, то, что я к вам обратился, и вот ваша реакция на это. И еще, вот, Игорь Анатольевич, есть два вопроса, которые тоже поднимают меня во время моих поездок. Это касательно трансграничного водоснабжения, особенности поездки Урал, проведения совместных углубительных работ. Я вот тоже, если вы разрешите как-то в Уденбург посетить, то же там, конечно, я буду этот вопрос обсудить, чтобы мы могли синхронизировать, потому что там нужно проводить одновременно, мы готовы выделять ресурсы, ну, как-то совместно это проводить, и мы бы хотели на такую взаимно конструктивную работу. Я знаю об этой проблеме и говорил со своими коллегами, руководителями сопредельных регионов, так что, естественно, давайте займемся на эти вопросы совместно.